Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, вы на канале WP Lavers, где мы говорим о системе управления сайтами WordPress вот уже целый год. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что смотрите и подписываетесь, за ваши теплые комментарии и обратную связь. Без вас этого всего бы точно не было. Именно ваши слова благодарности – это мое высокооктановое топливо, на котором работает мое желание двигаться дальше. С чего все начиналось? Я маркетолог, но, тем не менее, мне всегда было интересно покопаться в коде, поразбираться во всем этом. Страшно подумать, но WordPress я впервые для себя открыл около 10 лет назад. Но разбираться действительно глубоко начал лишь в 2013. До этого некоторое время я пробовал что-то делать с CMS Joomla, примерно около года что-то пытался делать на Drupal, это тоже такая CMS достаточно популярная. В итоге все равно вернулся к WordPress, начал разбираться в том, как в нем все устроено и сделал свою первую тему. Причем даже не для себя, а на заказ. Как сейчас помню, это был блог примерно за 13,5 тысяч рублей. Даже не за 3, не за 5. И вот осенью 2016-го я узнал о том, что есть такой Divi Builder, но все как-то не доходили руки его посмотреть. Хотя с тем же Visual Composer я имел дело гораздо раньше в платных темах. Весной 2017-го я уже всерьез заинтересовался конструкторами страниц. Начал искать и понял, что оказывается, помимо Divi, есть еще Thrive Architect, Beaver Builder и, конечно же, Elementor. Thrive Architect я так и не попробовал, а вот остальные мне довелось попробовать, и изначально была каша в голове, и я терялся в выборе. И вот, испытывая муки выбора, я пришел к простой идее. А что если поставить задачу собрать простую страницу во всех билдерах и засечь время? Бинго! Благодаря этому простому тесту я выявил победителя, им и стал конструктор Elementor. После этого, разумеется, я еще глубже разобрался и понял, что это бомба. При том, что тот Elementor, который вы знаете сейчас и который был год назад, это, как говорится, две большие разницы. Тем не менее, он мне понравился. Вместе с этим я видел, что на YouTube преобладают каналы либо прям вот совсем для разработчиков, либо с очень низким качеством контента. Я решил попробовать сделать такой контент, который был бы понятен максимально большому количеству людей, чтобы практически любой человек мог сделать сайт по моим видео. Конечно, я до сих пор недоволен тем, что я делаю, и знаю, что могу лучше, тем не менее, считаю, что вроде бы неплохо получилось. Ваша обратная связь тому подтверждение. Вот так я и соединил простоту конструктора Elementor со своей способностью хорошо излагать свои мысли и раскладывать все по полочкам. Первые три месяца с мая по сентябрь я работал практически в холостую. Пятнадцатый подписчик обиделся на то, что я ему не помог со скриптом с каким-то там, наговорил гадости и сказал, что мой проект обречен на провал. Вот ведь веселуха. Зато теперь я знаю, что когда мне так говорят, это свидетельствует о близости моего триумфа и следующего рубежа в достижениях и развитии. В июле 2017-го я совсем приуныл и чуть не сдулся, но меня вдохновил один подписчик. Привет, Алимжан. Если вы меня смотрите, спасибо вам за вашу настойчивость. Он сподвиг меня перевести Elementor и делать больше видео по конструктору. Я собрал всю волю в кулак и начал выпускать ролики практически каждый день. Благо работы почти не было. Да, было туго с деньгами. Но мне понравилось делать видео, и я их делал. В итоге к 3 сентября у меня было целых 150 подписчиков. Насколько мне потом стало известно, это какой-то рубеж выхода из так называемой песочницы YouTube. И к 14 ноября был достигнут рубеж уже в тысячу подписчиков. И моей радости и удивлению на самом деле в то же время не было предела. Так все и закрутилось. Я снимаю видео в свободное время и буду продолжать, потому что это мой кайф. Ну и если говорить в цифрах, то за год получилось привлечь 5700 подписчиков, записать 127 видео и набрать более 300 тысяч просмотров. Теперь немного о насущных вещах. Заодно хочу закрыть некоторые вопросы, ответить на комментарии, которые периодически получаю, и на которые отвечать больше не хочу. Во-первых, поговорим о рекламе. Иногда мне пишут, ну вот, сейчас еще рекламу, включишь и будешь в шоколаде. Никогда на этом канале не будет рекламы от YouTube. Пока он позволяет ее не включать, я этого делать не буду. Понимаете, с моим количеством просмотров это жалкие копейки. Просто ничто. И напрягать вас рекламой ради каких-то там 50-100 долларов в год я не хочу. К тому же эту рекламу я не могу контролировать и мне это не нравится. Я так и продолжу рекомендовать сервисы и инструменты, которыми пользуюсь сам. Даже несмотря на то, что некоторых товарищей от этого бомбит. Но пусть идут лесом. А лучше вот сходите к Вилсакон, посмотрите на 2-3 рекламных интеграции в одном ролике и возвращайтесь наслаждаться контентом без рекламы, можно сказать. Возможно, что когда-то будут рекламные интеграции, но я сохраню свой подход к ним и либо все проверю, прежде чем рекламировать, либо это будет что-то, что в проверке просто не нуждается. Ко мне неоднократно обращались компании с предложением о рекламе, но я либо отказал, либо сказал, что буду рекомендовать лишь ту часть услуг, которой пользуюсь сам и в том объеме, в котором необходимо моим подписчикам. И дело не в том, что я гордый, но бедный. Дело в чувстве меры и она должна быть. Поэтому моя политика относительно рекламы вот такая. Дальше. По поводу жалоб на тяжелую жизнь и то, как дорого стоят плагины, темы и тому подобное. Во-первых, я вас не заставляю их покупать и почти всегда можно сделать бесплатно. Да, возможно, придется дольше повозиться, но так уж все в мире устроено. Мы платим либо деньгами, на зарабатывание которых мы, кстати, тоже потратили время, либо платим тем же временем на поиски бесплатных решений. Во-вторых, когда я начинал канал, я отходил от сильной депрессии и сложного разрыва отношений. У меня ничего не было, кроме долгов и желания что-то делать для того, чтобы выбраться из задницы, за которую, кстати, я полностью беру на себя ответственность. К слову, долги есть и сейчас, но уже не такие и не банком, что не может не радовать. Также есть вопросы с жильем, однако вместо того, чтобы обращать на это свое внимание, я концентрируюсь на том, что я могу дать этому миру, людям, чем я могу быть полезен. И, знаете, этот подход дает свои плоды. Первую лицензию того же Elementor я купил на последние деньги по акции и уже потом постепенно доплатил до максимальной версии. Я это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что сам по себе YouTube-канал не делает человека автоматически миллионером. Потому что вот по некоторым комментариям, о которых я сказал, я понимаю, что человек будто между строк пытается мне сказать, «Тебе-то хорошо, у тебя-то вон и троеточие, да, там уже зависит от того, что человек имеет в виду». «Ну да, мне-то хорошо, вы ведь не видите всего бэкграунда, он остается за кадром, вы не знаете, через что я прошел, как я к этому шел. То, что я коротко рассказал, это очень по вершкам, и вы не чувствуете тех эмоций, не испытываете моих чувств». Поверьте, мне никогда ничего не доставалось просто так. Что-то, да, легче, но что-то очень трудно. Я говорю сейчас об этом, чтобы в этом видео закрыть этот вопрос и отправлять на него людей. Запомните, не боги горшки обжигают, и если кто-то чего-то достиг, значит и вы можете. Не факт, что в этой же сфере я говорю о достижениях в целом. Поэтому я призываю авторов подобных комментариев взять на себя ответственность за задницу в собственной жизни и за выкарабкивание из нее тоже, кстати. С этого момента я не буду поддерживать с вами разговор в комментариях и личных сообщениях на эту тему. Отвечаю только на технические вопросы, вдохновляю, и этот канал не пропонуть о своих проблемах. Окей? Я надеюсь, мы с вами договорились. Что же я понял за этот год? Первое. Чтобы что-то взять, нужно что-то дать. Я делаю видео, помогаю людям, и, будем говорить так, вселенная возвращает мне плоды этого дела. Через клиентов, через новые знакомства и какие-то дополнительные бонусы. Второе, что я понял, это то, что масштаб личности определяется масштабом вопросов, которые решает человек. Я считаю, что я очень мелко плаваю, мне некомфортно с этим, и я хочу больше. Хочу еще лучше качества видео, хочу больше самих видео, хочу платные курсы, где смогу выдать более структурированную информацию и обеспечить качественную поддержку и обратную связь. Третье, что я понял. Разумеется, я нашел себя, свое действительно любимое дело. И основная фишка как раз в этом. Если бы я это делал через силу, только ради денег и прочее, то давно бы уже отвалился, остановился и сдулся. И заключительный момент, который я понял, это я не могу хотеть того, чего я не могу. Когда я впервые услышал это выражение, у меня пробежали мурашки по спине. А ведь это действительно так. Все, что мы хотим, попало в поле нашего внимания и наших знаний. И означает, что мы это можем. И я в этом убедился. Что бы я пожелал вам? Нащупывайте свою тему. То, от чего вас реально прет. И тогда все не то, что будет просто легко получаться. Халявы нет. Просто вы будете легче воспринимать и справляться с трудностями. Вот и все. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать в этом видео. Если есть желание и возможность поздравить WP Lovers, ссылка на донат в описании. Куплю себе чаек, тортик и отпраздную как следует. В комментариях поздравления, конечно, тоже принимаются. Здесь никто никого не заставляет. Делайте как хотите. Все, что вашей душе угодно. Ну и теперь перейдем к следующей части нашего балета. Это, собственно, розыгрышу. Да, я вновь решил проставиться и разыграть немножко ништячков. И первый – это лицензия Astra Pro. На неограниченное количество сайтов она распространяется и действует год. Стоит 59 долларов. Astra Pro – это дополнение к бесплатной теме Astra, которая расширяет функционал этой темы. Далее мы разыграем лицензию Elementor Pro для одного сайта на год стоимостью 49 долларов. По Elementor Pro на канале уже более 60 видео. Так что можете посмотреть, если вдруг кто-то не знает об этом конструкторе. Ну, вдруг кто-то зашел случайно на это видео. Дальше. Лицензия Smart Slider 3 Pro для одного сайта навсегда она распространяется стоимостью 25 долларов. Smart Slider – это такой инструмент, где в одном каком-то блоке листаются изображения или тексты. У меня по Smart Slider было целых два видео и еще два планируются, потому что у них кое-что там обновилось. Я хочу показать и рассказать об этом. И лицензия Ninja Pop-Ups для одного сайта тоже навсегда стоимостью 25 долларов. Если вы заходили на сайт WP Lavers и при попытке закрыть этот сайт, ну, страничку, на которой вы были, выскакивало всплывающее окно, которое хотело вас остановить. Вот это и есть Ninja Pop-Ups. Там еще много всяких в нем внутри функций. В общем, вот такой вот плагин мы разыграем. Условия розыгрыша, как и в прошлый раз, проще некуда. Первое, что нужно сделать – подписаться на канал или уже быть подписанным. Второе – сделать репост этого видео на вашей реальной активной странице ВКонтакте или Фейсбук. Явные фейки с кучей конкурсов приниматься не будут. Еще раз обращаю ваше внимание на это. Третье – поставить лайк этому видео, конечно же. Четвертое – заполнить форму по ссылке в описании. И обратите ваше внимание на то, что повторные заполнения будут удаляться вместе с повторщиками. Итоги мы подведем 2 июня также в видеоформате, как и в прошлый раз. Участвуйте, зовите друзей поучаствовать и продвигайте хороший контент в массы. Еще раз спасибо, что смотрите. Успехов в освоении WordPress и в создании сайтов. И, как всегда, я желаю вам хорошего дня.